МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно компания Айм Мотор, основанной в конце 2020 года, Сайк Мотор и китайскими технологическими компаниями Alibaba и Жингджанг Хайтек представили полностью электрический кроссовер LS6. Айм ЛС6 позиционируется как электрический купе-внедорожник с двумя вариантами привода трансмиссии – задний привод с одним электродвигателем и полный привод с двумя двигателями. Запас хода обещает производитель свыше 700 км. LS6 оснащен более чем 100 передовыми технологиями в области интеллектуального вождения. У кроссовера будет оригинальный в отрасли технологий вождения с использованием искусственного интеллекта одной кнопкой. Умная система кроссовера в 3,2 раза превышает безопасность человеческого вождения, по заявлению компании, что делает вождение более безопасным и простым. В салоне кроссовера установлены штурвал в стилистике Тесла и двойной широкоформатный дисплей практически на всю ширину передней панели, который может выдвигаться. В центральной консоли еще один вертикальный экран, два подстаканика и беспроводная зарядка для мобильных телефонов. Все сидения будут обтянуты кожей NAPA, а также будет оснащен двухслойным звуконепроницаемым стеклом и аудиосистемой с 20 динамиками. По заявлению производителя, с точки зрения безопасности, AMLS 6 поставляется с полнофункциональным решением для интеллектуальных автомобилей SAIC 3.0. Это позволило сократить количество контроллеров в автомобиле вдвое, а проводов – на треть. Глубина подушки заднего сидения составляет 517 мм, а угол наклона спинки можно регулировать на 10 градусов. Эта забота компании о задних пассажиров может подарить пользователям комфорт и роскошь при передвижении в автомобиле. У электрокаров большой плюс. У них два багажных отделения, LS6 – не исключение, передний у него для мелкой поклажи, а заднего вместительность – на 600 литров. Задние сидения складываются и увеличивают этот объем. LS6 – первая модель, получившая МОП-транзистор из карбидокремния с напряжением 900 В. Его максимальное рабочее напряжение составляет 875 В, номинальное напряжение – 751 В. Элементы аккумуляторной батареи AMLS6 допускают зарядку при температуре меньше 4 градусов Цельсия при пиковой зарядной мощности 396 кВт. Это обеспечивает запас хода 200 км после 5 минут зарядки или 500 км за четверть часа. Помимо 900-вольтовой, электрический кроссовер также предлагает платформу на 500 В. Как говорилось ранее у авто, две версии электродвигателя. Модель с одним двигателем представляет версию начального уровня, которая разделена на две мощности электрокара 314 и 340 лошадиных сил с максимальной скоростью 200 км в час. Запас хода составляет по китайскому циклу 560 и 630 км соответственно. Разгон до сотни за 5,9 секунды. Топовые модели двухмоторные полноприводные также делятся на две мощности двигателя. Версия с низким электропотреблением общей мощностью 644 лошадиных сил, вторая – 787 лошадей. Разгон до первой сотни полноприводного варианта составляет менее 3,5 секунды и максимальной скоростью 252 км в час. Запас хода, по заявлению компании, будет 590 и 702 км соответственно. Мало того, LS6 также достигает сверхнизкого сопротивления ветру 0,237 благодаря аэродинамическим компонентам Air Ribbon и другим конструкциям с низким сопротивлением ветру по всему автомобилю. Больше информации по характеристикам мы узнаем после выхода электрокроссовера в конце третьего квартала 2023 года. Но цены на электрокроссовер уже известны и составляют от 230 тысяч до 300 тысяч юаней или от 30,5 тысяч до 41 тысячи долларов. Представленный на автошоу электрический кроссовер LS6 в течение 8 часов собрал более 6 тысяч бронирований. Залогом такого успеха стали завидные технические характеристики при сравнительно скромном ценнике. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк и не забывайте подписаться. Ваша оценка нам всегда будет приятно и вдохновит для нового творческого развития. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok